Пока наша элита демонстрирует готовность, псевдоэлита, подчеркиваю, демонстрирует готовность без изменений, без малейших, даже без кооптации в свой состав кого-то со стороны, преодолеть данный шторм. То есть капитан со своей командой никого не бросает, даже тех крыс, которые бегут с корабля, они фактически никак не преследуются, им никто не стреляет по ним с борт. У нас покинуло страну несколько вице-премьеров подряд, бывших вице-премьеров. Покинули страну почти все олигархи. Олигархи это не просто богатые люди, это хозяева целых отраслей нашей экономики. Огромное количество бывших вип-чиновников и топ-менеджеров сбежало. Сбежала вся наша, вот те уроды, которые кривлялись 30 лет, праздновали, некоторые еще даже с горбачевских времен, которые праздновали праздник вот этого либеральной педерастии, все эти наши трансгендеры, они тоже в значительной степени сбежали. Так некоторые уже возвращаются, их снова принимают. Они снова ведут на телевизор, где они снова должны кривляться для дорогих россиян. Нет, пока этого осознания нет, его не пришло, а когда оно будет, неизвестно. Но чем будет больше ухудшаться обстановка, тем, скажем так, больше будет мотивации нашей власти на кадровые изменения. Потому что с нынешними кадрами, ничего в них не меняя, вот мы точно войну не выиграем, даже если проведем мобилизацию. Невозможно победить в войне, имея столь недееспособные кадры. Я уже говорил о том, что у нас провалилось все, провалилась разведка, провалилась дипломатия. Ну, Минские соглашения 8 лет жевали, в результате война. Провалилось стратегическое планирование полностью, его просто не было на Украине. Теперь у нас мы видим, что наш военный инструмент, наша военная машина далеко, мягко говоря, не так эффективна, как это пытались нам рассказывать в течение многих лет. Специально обученные люди. А теперь еще выясняется, что наша пропаганда проигрывает украинской. Пропаганда как внешняя, так, в общем-то, частичная и внутренняя. По идее, в любом государстве должны были происходить, на фоне таких неудач, кадровые перестановки. Но они не происходят. Это при том, что сейчас, когда время очень сильно сжато, когда новости разносятся не со скоростью почтовой кареты или парусника, а со скоростью интернета, то есть в течение секунд, максимум минут, все, что происходит в одном конце земного шара, становится известно по всему земному шару. И, соответственно, если наши власти, если наше чиновничество, элита, не научатся отвечать требованиям времени, не научатся действовать оперативно, не научатся принимать решения и осуществлять их, ну, не со скоростью интернета, но хотя бы со скоростью телефона, то мы будем проигрывать. Я подчеркиваю, против нас воюет действительно весь Запад. Вся мощь и пропагандистская, и экономическая, и финансовая, и политическая, и энергетическая, какая угодно. Вся мощь Запада, вся мощь Соединенных Штатов и Европы, двух первых экономик мира. Если пытаться с ними воевать в полсилы по старинке и ничего не меняя, если не пытаться реагировать на их действия быстрее, чем они делают, если не предугадывать их действия и не принимать меры против них до того, как они начали действовать, да, у нас большой шанс проиграть. И у России, и даже у нашей так называемой элиты. Поскольку им черную метку действительно вот все уже не то, что предъявили. Предъявили им давно, в 2014 году. Сейчас их уже фактически к ним тянут руки, чтобы тащить их за решетку. Сейчас их грабят, разувают, раздевают. Причем, я уверен, разуют и разденут даже тех, кого сейчас временно простили. Ну, сейчас войну выиграют, если выиграют. Качество управления страной ниже плинтуса у нас, ниже плинтуса. Качество государственного аппарата наполнило сверху дониза очковтирателями, жополизами, абсолютно некомпетентными бездарями. Хуже некуда. И если не пытаться это менять сверху, то после разгрома это сделают, поставив своих прямых агентов, запад, бывшие уважаемые западные партнеры. И очень мало кого из ныне действующих персонажей, из тех, кто привык десятилетиями не вылезать из лимузинов с мигалками, очень мало кто, не то что попадет во власть, очень мало кто вообще останется на свободе. Если наша элита не захочет, наши власти высшие не захотят пожертвовать частью своих, а пока они это и готовность сегодня не демонстрируют, ну, значит, все закончится так же плохо, как закончилось для элиты, которая у нас намного более дееспособной, кстати, которая у нас была до 1917 года.